Здравствуйте! Компания Panasonic самой первой начала выпускать гибридные камеры, ориентированные исключительно на видеосъемку. Серия GH примерно со второй модели, до сих пор пользуется уважением у бывалых операторов, а четвертая и пятая модель абсолютно заслуженно, на мой взгляд, имеют почетное звание легендарных. На протяжении всех прошедших лет, а Lumix GH1 вышла в 2009 году, это 15 лет назад, видеоориентированные беззеркалки Panasonic всегда были на острие технологий, то есть предлагали своим пользователям самые продвинутые на текущий момент возможности для съемки видео. И претензия ко всем камерам Lumix за это время, по большому счету, была только одна. Отсутствие наиболее эффективной фазово-контрастной фокусировки, которая позволяла бы пользоваться без проблем автофокусом, следящим при съемке видео. Только в начале 2023 года была анонсирована и затем выпущена первая камера Panasonic, беззеркальная, оснащенная гибридной фазово-контрастной фокусировкой. Это Lumix S5 второй версии. Вот про нее и про ее модификацию Lumix S5 2X сегодня и поговорим. Для начала должен сказать, что Lumix S5 2 и Lumix S5 2X с технической точки зрения камеры совершенно одинаковые, поэтому все, что я буду говорить про одну из них, в полной мере относится и к другой, кроме некоторых довольно специфичных отличий в программном обеспечении, но на них я обязательно заострю внимание. Как и ее непосредственные конкуренты, Lumix S5 2 это не просто фотокамера. Ее видео характеристики во многих отношениях находятся на уровне лучших в своем классе. Например, это единственная камера в сегменте, способная выводить видео со всей матрицы, предлагая функцию OpenGate 6K с соотношением сторон 3 к 2. Дополнительные варианты включают 6K видео с соотношением сторон 16 на 9 с частотой кадров до 30, Ultra HD и DCI 4K до 60 кадров в секунду и Full HD до 180 кадров в секунду. Все это предлагается в 10-битном формате, что дает возможность съемки с использованием логарифмического формата V-Log и гибридной Log-гаммы, в которых камера может предложить до 14 ступеней динамического диапазона. Также это единственная полнокадровая камера в своем ценовом сегменте, конечно, которая имеет активную систему охлаждения. Вентилятор встроенный, решетки для забора холодного и выброса горячего воздуха находятся вот здесь, с двух сторон от видоискателя. Я для проверки записал 2 часа видео в качестве 4K, 25 кадров в секунду, 10 бит, без каких-либо проблем вообще с точки зрения перегрева. Записал бы и больше, но штатного аккумулятора хватает как раз-таки примерно на запись 2 часов видео в качестве 4K. И, кстати, 128-гигабайтной карты памяти тоже хватает примерно на запись 2 часов видео в качестве 4K с битрейтом 150 Мбит в секунду. Заявленная эффективность матричной стабилизации составляет 5 ступеней, но Panasonic добавила активный режим стабилизации, который обеспечивает еще большую степень коррекции движения камеры вплоть до 6,5 ступеней. Однако хорошее видео становится все более распространенным в этом сегменте рынка, а 24-мегапиксельная матрица, которая установлена в этих камерах, не обеспечивает достаточно быстрого считывания. Она, конечно, быстрее, сильно быстрее, чем та матрица, что установлена, например, в Sony A7 IV, но все равно для того, чтобы снимать видео с частотой 50-60 кадров и с разрешением 4K, приходится ограничивать область считывания датчика до размера APS-C. Это автоматически означает некоторое ухудшение качества съемки, увеличение шума и, ну, скажем, проблемы со съемкой широкоугольных кадров. По той же причине угол роллинг-шаттера далек от показателей лучших представителей гибридных камер с многослойными матрицами. Впрочем, ценовой диапазон Lumix S5 II и не подразумевает использование самых прогрессивных на сегодняшний момент датчиков изображения. Но если учесть необычные функции, например, поддержку съемки с аноморфотными объективами, четырехканальный звук, вывод на мониторчик камеры, вейформа и вектороскопа для лучшего понимания картинки, то базовая Lumix S5 II будет очень и очень неплохой видеокамерой. В отличие от большинства современных беззеркалок, в которых фактически стандартом стало использование для сохранения отснятого материала не только карт памяти SD, но и компакт Flash Express, Type-B чаще всего, Lumix S5 II имеет сдвоенный слот карт памяти SD. Поддерживаются самые скоростные их разновидности SDXC Ultra HS2 V90 с заявленными скоростями чтения и записи до 300 Мбайт в секунду. Не знаю, к чему отнести эту особенность, к достоинствам или недостаткам, есть у меня некоторые причины, по которым я бы склонился ко второму. И вот здесь мы плавно уже подходим к отличиям базовой Lumix S5 II от Lumix S5 II X. Несмотря на все продвинутые режимы записи видео, простая S5 II не предлагает пользователю ни одного режима сохранения исходника в формат с внутрикадровой компрессией. Только Long GOP с битрейтом не выше 200 Мбайт в секунду. Очевидно, что это искусственное ограничение, потому что быстрые карты SD вполне могут работать с гораздо большими скоростями передачи данных. Lumix S5 II X уже имеет возможность записи видео с кодированием All-Intro. Видео с битрейтом до 600 Мбайт в секунду можно сохранять на карты памяти SD, а все, что выше, на внешний SSD через разъем USB-C. Также на внешний SSD можно писать видео в профессиональном кодеке Apple ProRes, максимальный битрейт которого при съемке 5,8К составляет 1,6 Гбит в секунду. Так это же отличные новости, что тут плохого, скажете вы, а я вам отвечу вот что. Использование внешнего SSD накопителя в подавляющем большинстве случаев делает конструкцию менее надежной и подверженной влиянию пыли и воды. Да, в базовом своем состоянии, несмотря на открытые решетки вентиляции, обе эти камеры имеют пылевлагозащиту. А если бы одна из карт памяти, ну например, только в S5-2X была бы Compact Flash Express Type-B, то все, что эта камера может предложить, спокойно записывалась бы на внутренний носитель. Еще одним отличием S5-2X от обычной S5-2 является то, что она по умолчанию имеет возможность вывода через разъем HDMI, видео в сырых форматах Apple ProRes RAW и Blackmagic RAW. В 5.9К с полного кадра с частотой до 30 кадров в секунду и в 4.1К с ограниченной области матрицы с частотой до 60 кадров в секунду. Впрочем, реализовать через HDMI вывод сырого видео в форматах RAW можно и на обычной S5-2, установив платную прошивку. Цена вопроса 200 баксов. Как я уже говорил, Lumix S5-2 явилась прорывом для компании Panasonic, став первой камерой, в которой используется гибридная фазово-контрастная фокусировка. До этого момента все камеры производителя использовали только контрастный автофокус. Проблема контрастного автофокуса не в том, что он медленный или неточный. Нет, и того и другого ему как раз таки хватает. Проблема кроется в самом принципе контрастной фокусировки. Для ее правильной работы нужно, чтобы камера с некоторой периодичностью проверяла точность фокусировки, сдвигая в небольших пределах точку фокуса вперед и назад. При фотографировании этот процесс никак не отражается на результате, поскольку все происходит довольно быстро, а вот при съемке видео все эти дергания фокуса, естественно, прекрасно видны. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему компания Panasonic так долго держалась за свою систему вот этого контрастного автофокуса. Возможно, было жалко времени и денег, потраченных на ее разработку. Но если к операторам, которые не умеют пользоваться ручным фокусом, возникают вопросы профессиональной пригодности, то с точки зрения компании, продающей съемочное оборудование, игнорировать их потребности никак нельзя, потому что именно они составляют львиную долю покупателей таких камер, как Lumix S5 и ей подобных. В общем, перед Panasonic встал выбор. Выпускать камеры для профессиональной, но не слишком многочисленной аудитории, для которой важны прежде всего характеристики изображения, детализация, цветопередача, динамический диапазон и другие, или все же заняться созданием актуальной системы фокусировки, чтобы охватить гораздо более широкий пласт потребителей, которые в первую очередь обращают внимание на работу камеры в автоматических или полуавтоматических режимах. И выбор этот, на мой взгляд, совершенно очевиден. Должен сказать, что разработчики прекрасно справились со своей задачей, теперь автофокус работает так, как и должен работать в современной камере. Вряд ли его можно назвать идеальным, впрочем, как автофокус от любого другого производителя, но во всяком случае он уверенно отслеживает в кадре человека, а это и есть основная его задача для большинства пользователей. Я для проверки использовал настройки по умолчанию, но, конечно, можно выбрать параметры под свою задачу. Есть отслеживание лиц глаз, человека, животных. Также можно настроить скорость и чувствительность фокусировки. Камеры, несомненно, оказывают существенное влияние на качество картинки, но важнейшей составляющей любого изображения является, конечно, свет. Всем нам хотелось бы иметь максимально универсальные источники света, чтобы и регулировка цветовой температуры в широких пределах, и неплохо было бы иметь возможность использовать цветной свет. До недавнего времени иметь такие осветительные приборы было просто невозможно. Всего пару лет назад появились первые мощные профессиональные осветители, совмещающие в себе возможность белого света и света RGB. А весной 2023 года компания Aputure представила подобные приборы в своей бюджетной линейке Amaran. На сегодняшний день таких приборов два. Один на 150 Вт, другой на 300 Вт. Первый способен обеспечить максимальную яркость 15610 люкс на цветовой температуре 5600 Кельвинов со штатным рефлектором. Для своих возможностей эти осветители имеют очень привлекательную стоимость. При этом они имеют вполне профессиональные характеристики. Цветовая температура регулируется в пределах от 2500 до 7500 Кельвинов. Есть регулировка по оси зеленый-пурпурный, что позволит тонко подстроить оттенок света под любые условия освещения. Наличие светодиодов RGB дает возможность выбрать любой цвет, его яркость и насыщенность с очень большой точностью. Качество света CRI и TLCI составляет не менее 95 единиц. При помощи фирменной технологии Sidus Mesh Amaran 150C и 300C можно управлять без проводов. А мобильное приложение Sidus Link поможет идеально подобрать цвета с помощью Color Picker и активировать 9 системных эффектов. Включая папарацци, фейерверк, сломанная лампа, молния, телевизор, пульсация, огонь, вечеринка, полицейская машина, стробоскоп и взрыв. Также, на мой взгляд, очень важно, что элементы, которые несут основную нагрузку, как силовую, так и температурную, сделаны из металла. И это позволит на такие вот приборы устанавливать не только обычные софтбоксы, но и другие модификаторы, типа линзы Фринеля, вот как здесь у меня установлено, или даже проекторную насадку, которые нагревают область байонета гораздо сильнее. Лично я пользуюсь вот этой вот версией на 150 ватт уже несколько месяцев, а вот с этим прибором на 300 ватт познакомился буквально около месяца назад. И я в полном восторге от работы с этими осветительными приборами. И спасибо за такую возможность ими попользоваться магазину Kremlin Store. Это один из тех магазинов, где я покупаю свое оборудование. Я не буду углубляться в особенности конструкции и тонкости работы с этими камерами. Во-первых, нужно больше времени для того, чтобы понять все нюансы работы с ними. А во-вторых, тогда выпуск длился бы несколько часов. Но об основных возможностях все же надо дорассказать. Сейчас уже нет необходимости слишком акцентировать внимание на работе камер при низкой освещенности. Большинство современных полнокадровых камер, ну может кроме самых бюджетных, вполне уверенно справляются со съемкой на значениях 12800 и более единиц. Lumix S5 II тут совсем не исключение. Первая нативная ISO составляет здесь 640 единиц. Это минимальное значение, с которого начинает работать V-Lock. Но при использовании функции расширения можно использовать и ISO 320. Вторая нативная ISO 4000 единиц. Снимая на высоких ISO с логарифмическим профилем, имеет смысл слегка переэкспонировать изображение на 1-1,5 ступени, чтобы уменьшить количество шума. Обе камеры имеют возможность подгрузки внутрь себя различных 3D-латов, а Lumix S5 IIX также может использоваться для ведения прямых трансляций, без дополнительного оборудования, как по проводу, так и через Wi-Fi. Что касается фотосъемки, то сложно найти более среднюю камеру, чем Lumix S5 II. Впрочем, в этом сегменте развитие фотокамер давно уже остановилось, и все предлагают плюс-минус одно и то же. Наши сегодняшние герои выделяются разве что наличием режима съемки со сдвигом пикселей для получения фотографий высокого разрешения до 96 Мп. Это в лучшую сторону, а в худшую сторону сниженной скоростью серийной съемки. С механическим затвором 7 кадров в секунду со следящим автофокусом и 9 кадров в секунду с ручным фокусом. Впрочем, с электронным затвором эти камеры могут снимать вполне актуальные 30 кадров в секунду. Я, да и никто другой, собственно, и не сомневался в том, что Panasonic может делать отличные гибридные фото-видеокамеры. Прекрасная цветопередача, хорошая работа на высоких значениях ISO, очень широкий динамический диапазон. Это все, к чему мы привыкли в камерах Panasonic, как полнокадровых, так и системы Micro 4.3. А в Lumix S5 II компания ликвидировала свое единственное отставание от других, установив сюда современную актуальную систему фокусировки. Да, возможно, она пока не идеальная, но это уже та система фокусировки, с которой можно работать без опасения испортить материал. Лично мне здесь не хватило всего двух вещей. Это возможности съемки видео в 4К с частотой кадров 50 и 60 со всей площади матрицы, и также высокоскоростной съемки видео в 4К до 120 кадров в секунду. Но я думаю, что Panasonic не станут слишком долго тянуть, и в ближайшее время появится камера, которая все это в себе реализует. Называется она будет S2H или скорее S1H2 по старой доброй традиции, но стоит будет, конечно, совершенно других денег. Я хочу поблагодарить магазин Camera Sales за вот эти две замечательные камеры, которые они предоставили мне на обзор. В их магазине можно также купить и другое съемочное оборудование для фото и видеосъемки. У меня на сегодня все. Подписывайтесь обязательно на канал, оставляйте оценки и комментарии. Здесь под этим видео текстовую версию обзора можно найти на сайте fotowebexpo.ru. Также подписывайтесь на наши другие социальные сети, ссылки на них есть в описании к этому ролику. Не болейте, скоро увидимся.